приветствую дорогие друзья на связи андрей лисеев и сегодня проведем прекрасную презентацию по нашим денежным потоком по нашему сообществу и по тем всем возможностям которые есть у нас здесь в онлайне и причем это реальный пассивный доход это не какие-то там скрытые где-то какие-то моменты я каждый нажимаю кнопочку каждый день получать деньги также как и все участники здесь абсолютно все равны вот поэтому сегодня мы сегодня с вами поговорим о денежных потоков по сообществе в общем денежной системе и все кто будет смотреть это видео на ю тубе конечно же подписываемся ставим лайки и рекомендуем это видео друзьям и знакомым именно так вы сможете по-настоящему где-то дать информацию тем людям которые вы хотите и желаете добра всем тем людям которые вы хотите помочь по-настоящему выйти из крысиных бегов да если еще не надоело бегать по беличьему колесу да вот то нужно делать что-то по-другому как-то по-другому делать начать делать другие действия до чтобы получать другой результат надо делать другие действия вот так вот здесь мы с вами с вами всегда учимся делать другие действия какие буду сегодня рассказывать так прежде чем врубиться что здесь вообще происходит, надо немножко понимать, что такое мировая финансовая система, вообще что такое финансы, потому что мы сегодня будем говорить о финансовых возможностях, которые есть у нас здесь в сообществе. Такой проект, как Касса взаимопомощи, наши денежные потоки, это очень интересный проект. Я в сообществе уже седьмой год и, скажу честно, я наблюдаю за эволюцией сообщества с большим трепетом и, честно сказать, до сих пор ловлю инсайты, которые позволяют мне просто офигевать от того, что насколько большая и крутая глубина здесь заложена. Когда вы начнете более детально разбираться со всеми процессами, происходящими с вами, вы тоже почувствуете, что здесь нужно быть, можно быть и причем в долгую. Не причем прийти там сорвать какой-то куш, да, либо достичь какой-то маленькой цели. Нет. Это система, которая выстраивалась для того, чтобы с ней жить. Вот это очень важный момент для того, чтобы срубить бабло, а чтобы с ней жить, чтобы деньги у вас были каждый день. Раз уж мы живем в денежной системе. Прежде всего, для того, чтобы вы поняли глубину, нужно понять, в каком мире мы с вами живем. Для этого, пожалуйста, смотрим хотя бы для начала мультфильм «Фабиан» либо «Весь мир плюс 5%» и за 40 минут вы узнаете, как устроена и как создавалась мировая система в такой мультяшной форме. Но там все оправда выложено, причем где-то даже с историческими моментами, единственное, что без дат, да, конкретных лиц без дат, но все в этом фильме очень круто зашифровано. Поэтому обязательно посмотрите этот фильм «История Фабиана» либо «Весь мир плюс 5%». «Я хочу весь мир плюс 5%». Это не просто мультфильм. За 40 минут вы узнаете, в каком мире мы с вами живем. Дальше вы можете копать более серьезно. Следующий фильм – это «Деньги. Пирамида долгов». Если у вас сейчас нет ручки, бумаги, карандаша, обязательно все это возьмите, потому что будете делать какие-то пометочки. И эти пометочки, они вам очень серьезно помогут разобраться со всеми теми пробелами где-то, нюансами, либо отсутствием той информации, которую вы до этого не знали. Сегодня я вам расскажу про наши денежные потоки, расскажу про нашу финансовую инфраструктуру, отвечу на часто задаваемые вопросы, а потом отвечу на все ваши вопросы. Поэтому, как правило, моя презентация исключает 90% вопросов, а на 10% вопросов мы ответим. Поэтому вопросов с этим нет. Если у кого-то есть интересные какие-то истории с партнеров, у кого-то есть какие-то победы, результаты, подготовьтесь, включите микрофон и тоже рассказать. Мы все вместе за вас очень серьезно порадуемся. Ну и теперь будем начинать. Значит, смотрим мультфильм, смотрим следующий фильм «Деньги. Пирамида долгов» и следующий мощный фильм «Дух времени. Первая, вторая, третья и четвертая части». Если вы все это посмотрите, вы на чуть-чуть начнете понимать, в каком денежном мире мы живем. И хотя бы разберетесь с тремя терминами. Первое – это эмиссия денег. Эмиссия – это создание денег. По каким принципам они создаются. Дальше второе – это распределение денег. По каким принципам они распределяются. И третье – это перераспределение денег. Потому что как только деньги распределены в рынок, они в рынке перераспределяются. Они переходят от одного к другому, из одного в карман к другому, и происходит процесс вечного такого круговорота перераспределения денег. И закачивая в рынок деньги, либо отсасывая деньги из рынка, можно управлять вот этим процессом. Что и делают сейчас системы, в которой мы с вами, внимание, вынуждены жить. Вынуждены жить. Вы, и так же, как и я, мы вынуждены жить в той системе, которая сейчас есть. Но мы с ней не боремся. Мы какой-то не бухтим, не негативим. Мы приятно понимаем, что это просто есть. И создаем свой параллельный мир, где каждый из нас может жить спокойной, свободной, самодостаточной жизнью. Вот этот момент, он очень важен. Так вот, с этим всем разбираетесь. Это вам на домашнее изучение. Кто с этим справится? Скажу честно, вы – будущее элита сообщества. Вот если вы выполните вот эти все рекомендации, вы избранный, можно сказать, будущее элита сообщества. Вы тот человек, который реально проснется и поймет, в каком мире живет. И почему же какого хрена не хватает постоянно денег? И почему же это так? А это искусственный процесс. Деньги – это вообще интеллектуальная игра, в которую играют очень умные люди, которые создали очень умные люди. А вот люди, которые не знают законы, чтобы в любой игре выиграть, либо хотя бы не проигрывать, нужно знать, первое – правила игры. Второе – нужно знать карту местности, и у вас должна быть стратегия. Вот эти три вещи у вас должны быть. Если у вас этих трех вещей нету, вы в любой игре проиграете, запомните это. А деньги – это высокоинтеллектуальная игра, которую придумали люди, в которую играют только люди. Матушка природа в эту игру не играет. В матушке природе нахрен эти деньги не нужны. И миллионы лет матушка природы и наша планета Земля развивалась без денег и будет дальше развиваться. Как только наша цивилизация решит, что наша цивилизация, достаточно ей развиваться и перезагрузить нашу планету. Но до этого момента еще есть шансы войти в гармонию с планетой, чтобы все было у всех хорошо. Поэтому три вещи в любой игре. Еще раз, правила игры, карта местности и стратегия ваша. Если вы не знаете хоть чего-то, вы автоматически проигрываете. Значит, у вас постоянно не будет хватать денег, вы постоянно будете выживать. Не жить, а выживать. Идем дальше. После просмотра всех этих фильмов вы поймете, что такое ФРС США, кто-то печатает деньги, что такое Всемирный банк, что такое Международный валютный фонд, что такое Центральные банки, как распределяется и как перераспределяется. Именно поэтому создалось наше сообщество, как объединение свободных людей, которые хотят жить как-то по-другому. Они не согласны немножко с вот этими правилами игры. И поэтому придумали свои правила игры. Вот эта вся система, а здесь в уголке собралась кучка такая, вот несколько сотен тысяч участников по всему миру. Они объединились и поняли, что мы хотим играть в другую игру по другим правилам. Объединились и начали доверять друг другу, начали помогать друг другу через нашу систему. И в итоге всё у всех очень хорошо. Я думаю, что вы заметили, что мир сейчас очень серьёзно меняется. И дальше будет меняться стремительными шагами. Время ускоряется, в каких-то моментах события сжимаются, то есть очень большая концентрация событий. И вы должны тоже меняться. Выживает не самый сильный, самый восприимчивый к переменам. Как человек восприимчивый к переменам, он очень быстро меняется. Если человек не восприимчивый к переменам, то у него будут проблемы большие. Как, ну, не прискорбно понимать, но даже те люди, которые живут где-то сейчас в конфликтной ситуации, в приграничных районах, всё, мир изменился, перемены. В приграничном районе ты живёшь, ну, будь добр, заранее, ну, то есть уедь оттуда. Потому что ты чётко понимаешь, что будут проблемы. Нет, вот сидят до последнего, пока пинка под зад не дадут, да. Вот, ну, зачем этого делать, да. Перемены. Выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. Если человек восприимчивый к переменам, то сразу же будут по жизни всё хорошо. Поэтому надо быть гибким. Гибким — это очень важный момент. Не закостенелым, да, не твердолобиком, а гибким. Для того, чтобы вы понимали, что мир, он постоянно меняется. А сейчас особенно, сейчас всё ускорило, все процессы ускорились. И давайте посмотрим за последние четыре года, какие глобальные перемены, да. Первая — пандемия. Это, по сути, было испытано, ну, такое биологическое оружие, да, по сути дела, да. Вот, нас всех закрыли, мы не понимали, что происходит, и мир начал меняться очень серьёзно. Возможно, будут ещё какие-то пандемии. Поэтому заботьтесь, пожалуйста, о своём здоровье, берегите себя, и всё будет хорошо. Вот, как никогда, надо каждому взять ответственность за своё здоровье, не перекладывать их на врачей или ещё на кого-то. Они, по большей части, сами часто у них подшатанное здоровье. Вот, а на себя разобраться со своим телом, начать довести здоровый образ жизни. Второе — это у нас СВО. До сих пор всё продолжает меняться под влиянием СВО. Третье — введение цифровых валют. Мы до сих пор не понимаем, к чему это приведёт. И четвёртое — это искусственный интеллект. И всё это практически одновременно, представляете, да. Один только искусственный интеллект, чего стоит. Многие бизнес-процессы сейчас просто изменятся, производственные процессы изменятся. И таких профессий, как маркетолог, такие профессии, как грузчик, курьер, продавец, кассир, они просто исчезнут. И дальше будут всё больше и больше исчезать. И вместо человека будут работать роботы, потому что это экономически выгодно. Без каких-то соплей, без каких-то больничных, без отпусков. 24 на 7 робот херачит. И всё, что ему надо делать, это какое-то техническое обслуживание, и он дальше продолжает херачить. Вы понимаете, да? Поэтому с людьми больше каких-то проблем. Поэтому постепенно в ближайшие 3-5 лет бизнесы будут стараться ввести именно полную автоматизацию своих процессов. И вы должны тоже это всё понимать. Кто находится в зоне риска в этих профессиях, очнитесь, пока не поздно. Поэтому вы должны уже переквалифицироваться первое, либо найти такую систему, как вот наша, чтобы вы могли поддерживать жизнь и обеспечение себя и своей семьи, раз уже вы живёте в денежной системе. Есть два способа победить деньги. Первое – их иметь. Создать какие-то системы, алгоритмы, не знаю, там, бизнесы, либо объединиться с другими людьми, как в нашей системе, их иметь, да, деньги. Либо второй способ победить деньги – полностью от них отказаться. Но с этим способом, это очень тоже глубокий способ. Мы сегодня об этом говорить не будем. Есть люди, конечно, которые ушли в лес, в горы, и не контактируют с цивилизацией, и у них всё хорошо, потому что у них есть всё вокруг. Они создали свой, можно сказать, свой мир, свою продовольственную безопасность. Но мы сегодня не об этом. Мы говорим о том, как остаться в цивилизации, но в то же время сделать полностью свою систему безопасной, чтобы вы не думали, откуда брать деньги, завтра просыпаясь с утра, чтобы вы знали об этом. Именно поэтому здесь всё для этого создано. Когда я пришёл в 2017 году, ко мне постучался мой знакомый, за что я его до сих пор очень сильно благодарю. И он говорит, у меня тогда было туристическое агентство, и он говорит, тут у меня тема какая-то есть. Он говорит, на кнопочку нажимаешь – деньги получаешь. Я улыбнулся. Я ему не сказал, ты дурак, ты дебил, какой лохотрон ты меня тянешь, ты ничего не понимаешь. Я тут такой мега-бизнесмен, я тут бизнес делаю, вот что ты мне паришь мозг, да, я знаю, как этот мир устроен. Я ему вот этого ничего не сказал. Бизнес меня приучил к одной важной вещи – тестировать, нарабатывать свой личный опыт, а только потом принимать решения. Вот тогда ты не упускаешь возможности, тогда ты начинаешь понимать, что твоё, что не твоё. И начинаешь чётко, трезво акцентировать момент, да, тебе интересен этот инструмент или неинтересен. Попользуйся, наработай свой личный опыт, а потом принимай решения. Вот к этому меня приучил бизнес. И поэтому благодарю я себя за то, что я 7 лет назад не как бы не сглупил, не ступил и стал тестировать. Мне сегодня, мне рассказали в день, когда мне была дана информация, в этот же день я зарегистрировался, в этот же день я сразу же запустил поток и начал нажимать кнопочку, пытаясь разобраться, что же за система такая очень интересная и как тут всё устроено. Поэтому, а потом, когда я уже докопался до выступления Дмитрия Васадина, основателя нашего сообщества, а потом замечтал с ним познакомиться, потом поехал в Европу, познакомился с ним, на тот момент была встреча в Европе. И меня тогда вообще всё это зацепило, потому что я понял, что это реально место, где стоит быть, и реально причём в долгую. Вот, поэтому, дорогие друзья, но это я всё быстро понял, потому что у меня уже была база знаний. Я уже посмотрел все вот эти вот фильмы, всё, что я вам сегодня перечислил. Это и Фабиан, этот мультфильм, уже давно посмотрел, лет 7 назад, и деньги пирамиды долгов лет 10 назад, дух времени лет 12 назад. То есть у меня уже была база знаний, и тут я встречаю человека, который уже создаёт этот мир, уже создаёт по другим правилам систему, и меня это очень воодушевило, что я встретил такого человека, что он уже это делает, и очень круто. Поэтому, дорогие друзья, мир меняется, меняетесь и вы. Если же вы не будете меняться, то тот, кто не меняется в нашем мире, тот превращается в динозавров, а динозавры имеют свойство вымирать. Поэтому, дорогие друзья, идите в ногу со временем, и у вас всё всегда будет хорошо. А у тех, кто чуть-чуть, но немножко опережает время, у тех тоже всё очень хорошо, ещё даже лучше, чем у тех, кто идут в ногу со временем. Вот, которые сильно опережают время, у тех ещё не готова площадка для того, чтобы не готова жизнь принять их. Но те, кто чуть-чуть немножко опережает время, у тех всё очень-очень хорошо. Наше сообщество немножко опережает время. Те технологии, всё, что внедряется, всё, что у нас есть, мы чуть-чуть опережаем время, и это очень круто. Поехали. Прежде чем вам начинать разобраться, надо зарегистрироваться. Взять ссылку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, и зарегистрироваться. Регистрация вас ни к чему не обязывает, и, конечно же, вы начинаете разбираться. Так же, как когда-то сделал это я, 7 лет назад, почти 7 лет назад уже скоро будет. Вот. Если у вас этого человека нет, можете написать мне в личное сообщение, я возьму вас в свою команду, и дам вам возможность разобраться во всех нюансах. И это потрясающе. Либо выбирайте любого лидера-консультанта, который скидывает вот сейчас вот бот в списке. Это все очень элитные люди, которые могут дать качественную консультацию и взять себя в команду и помочь разобраться. Идём дальше. Когда вы зарегистрируетесь, вы в кабинете будете видеть вкладки. Вкладки эти разного цвета, специально чтобы отличались, это разные финансовые инструменты. Они не создались сразу, они создались постепенно. Когда я пришёл в сообщество, не было этих финансовых инструментов. И они стали появляться в ходе эволюции сообщества. Сообщество само их вырабатывало своим поведением. Именно первый поток, который вы увидите в кабинете, называется СП, стартовый поток, красная закладочка в вашем кабинете. Чему он учит? Он учит правильные стратегии инвестирования. Вложил, забрал, вложил, забрал, вложил и опять забрал. Это накачивание финансовой мышцы в вашей голове. И это очень важный момент. На каждый раз вы будете... Он разработан специально для новичков проекта, что вы на практике обучаете всем нюансам работы системы поток кэш. И стартовый поток может быть создан на произвольную сумму, начиная от 5000 рублей. Но чем больше номинал стартового потока, тем он выгоднее. И это очень важный момент. Самые выгодные номиналы от 100 тысяч в стартовых потоках. Именно они приносят максимальное количество средств, которые по-настоящему и надо открывать. А на 5000 вы только поймете, как он работает. Поймете механику движения денег и начнете просто с этим разбираться. Стартовый поток – это поток с обязательным пополнением каждые две недели. Одна неделя – это один период. Всего стартовый поток работает 10 месяцев. Это 20 периодов. Доходность ориентировочная от 150%, но прибыль у каждого из вас будет своя, потому что каждый по-разному управляет этим потоком. Если вы будете эффективно управлять, у вас будет хорошая прибыль. Неэффективно – у вас будет поменьше. Поэтому вот этот момент, он очень важный. И это такой обучающий, очень хороший инструмент. И если вы эти знания перенесете на другие потоки, другие потоки у вас просто будут расти, как на дороже. Доходность идет, конечно же, в стартовых потоках, как и во всех, за счет подтяжки нашей криптовалюты и каренсов, которые мы подтягиваем к потоку по льготному курсу намного выше, чем рыночный у нас на биржах, на Сберкассе, на Монисторже, либо на бирже Blackbit. Идем дальше. Есть еще один разновидность стартового потока. Называется ускоренный стартовый поток. Если вы хотите быстрее, то заходите в ускоренный стартовый поток. Это подвид стартового потока более быстрый и более выгодный. Условия открытия. Оплачиваем сразу 4 периода. За 4 периода покупаем e-currency. И нам дается 5-6 период в подарок вместе с e-currency. Вы выскакиваете по начислениям сразу же на 7-ой период. Это период, где выплата уже больше, чем номинал потока. Вы выскакиваете, как будто бы у вас прошло 6 периодов, то есть 3 месяца. То есть вы опережаете время. И в дальнейшем мы также, как и в стартовых потоках, продолжаем пополнять, снимать, пополнять, снимать, подтягивая e-currency на каждом периоде. Это очень интересный поток, но важно не занижать свой номинал. Важно, чтобы номинал был как можно выше. Если номинал высокий, тогда, соответственно, он становится мегавыгодным. Если он маленький, то это тренировочный номинал для того, чтобы вы могли поупражняться и понять, как вам надо действовать. Это очень важный момент, потому что если вы будете делать неправильное действие в других потоках, то вы будете недополучать денег, потому что вы делаете неэффективно. Поэтому надо делать правильные, эффективные дела, и у вас все будет хорошо. Быстрый поток – это очень простой поток. Следующая закладочка в нашем кабинете – это быстрый поток. Оранжевая вкладочка в кабинете, БП называется. Быстрые потоки подразделяются на два вида потока. Первый поток – это обычный быстрый поток. Второй – это супербыстрый поток. Мы быстрые потоки называем «деньги на каждый день». В обычном быстром потоке, который работает 30 дней, деньги выплачиваются каждый день равными частями вместе с прибылью, которую мы получаем за счет также подтяжки к нашему потоку и нашей криптовалюты и каренсии. А супербыстрый поток работает по-другому немножко. Он работает две недели с заморозкой средств, как классический депозит в банке. Это самый короткий поток для ваших самых коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки. Вот этот момент, он очень важен – отчисление премии. То есть сразу получаете и тело вклада, и процент. Вот это понятие приемлемо, то, как супербыстрый поток – вот тело вклада и процент. Все остальное у нас невозможно так сказать, что вот тело вклада, вот процент. У нас не инвестиционная площадка, у нас касса взаимопомощного поколения. Именно поэтому нужно понимать, что это очень глубокие инструменты, разновременные, и вы поймете их, когда начнете ими пользоваться. Идем дальше. Растущий поток. Это зеленая вкладочка в вашем кабинете. Это поток, который растет в течение шести месяцев с момента вашего последнего пополнения. После шести месяцев он тоже начнет давать, но уже по не спадающей вам проценте. Вот. Это ваше денежное дерево. Растущий поток – это вообще мегаинтересная тема. Мы его называем «базовые деньги на жизнь». Это тот поток, который может вам обеспечить какую-то крупную покупку. Многие накапливают там телефон, квартира, машина, все что угодно. Даже дома покупают. Поэтому это тот поток, который превратит ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 в 112, ваши 100 в 250, ваши 500 в миллион 375, ваш миллион в 3, 3 в 9, 5 в 15 и так далее. Заходите в кабинет, балуйтесь калькулятором, и все будете разбираться. Растущий поток – это живое, это ваше дерево, оно шевелится, оно растет в зависимости от ваших действий. Когда вы нажимаете на кнопочку «Начислить награду», у вас начисляется определенный процент. Старт процентов от 0,3% берется от величины суммы из копилки. И дальше на следующий день нажали кнопочку «Уже будет 0,31, 0,32, 0,33». И растущий поток, сумма в потоке перетекается в копилочку и там дальше накапливается. Пока вы в копилочке держите деньги, у вас процент растет. 0,32, 0,33, 0,34, так можно до 1% дорастить его. И таким образом деньги плавно перетекают из потока в копилочку, а из копилочки можно в любой момент вывести. Но как только вы вывели, процент начисления откатывается обратно. Вывели половину, наполовину откатилось. Вывели процент начисления ежедневно. Вывели все, значит, к 0,3% обратно откатилось. Растущий поток – это очень интересный психологический денежный инструмент, который нужно вообще выращивать в копилке. Это такой инструмент, который прорабатывает три вещи в подсознании человека. Потому что человек с бедным мышлением, у него три, я бы сказал, проблемы большие. И эти проблемы надо прорабатывать в своей голове. Первое – это нет терпения. Растущий поток учит терпение, учит накапливать копилки. Дальше. Второе – это страх потери. То есть человек с бедным мышлением очень боится отдавать, поэтому у него страх потери, потерять, он прям такой, прям все… Как будто в этой жизни ему что-то принадлежит. Вот у меня прям иногда такой смех берет, да? Вот. Человек живет, живет, а завтра он может не проснуться. И вот он все что-то скухоживался, что-то себе под матрас запихивал, запихивал, как хомячок, да? Именно поэтому и называют даже на фондовом рынке хомячки, да? Это психология хомячков. Что-то тащит в свою норку, тащит, тащит. А завтра проб не проснулся. И кому это что надо? Никому это ничего не надо. У каждого своя норка, свой хомячок, да? Вот поэтому, дорогие друзья, мы в эту жизнь пришли на время, на какое-то определенное время. И все, что нам надо из нее унести, это наш жизненный опыт, осознание, яркие моменты, понимание смысла жизни, ответ на вопросы, кто я, куда иду, какие мои таланты, в чем смысл моей жизни, почему я родился в теле мужчины, либо и женщины. Вот самая важная цель и наработать свой жизненный опыт. Вы пришли в теле мужчины, начнут наработать мужские качества личности. Вы пришли в теле женщины, надо наработать женщины, женские качества личности вашей души. И таким образом душа начинает взращиваться. Пришла малодушная, а ушла из этого мира уже великодушная. Великая, то есть уже ушла, да? Вот это цель рождения человека в этом мире. И когда человек с бедным мышлением, у него страх потери, это полностью блокиратор любых денег. Потому что сколько ты отдаешь, столько ты пожнешь, да? Скажи, сколько ты отдал, скажи, сколько ты получишь. Поэтому этот момент, он очень важный, да? Мало посеял, мало собрал урожай. Так и здесь. Вот. Растущий поток учит реально проработки этой страху потери. Но если вдруг человек с бедным мышлением все-таки преодолел себя, и он начал разбираться, он начал учиться отдавать, но потом следующая ловушка стоит. Знаете, какая очень интересная ловушка. Я просто всех своих участников, я просто выводи, выводи деньги, меняй свою жизнь. А жадность уже все, уже включается другая жадность. Уже все. Уже как сидит, как в сказке. И помните, Кащей над златом чахнет, да? Так вот и здесь. Многие участники чахнут над копилкой растущего потока. Вот прям сидят, и вот он чахнет, вон копилка все растет, а он все больше. Это жадность называется, да? То есть деньги должны быть для какой-то цели. Деньги даются под запрос. Деньги должны менять вашу жизнь. Именно поэтому они и создаются, и они применяются здесь, в том числе в нашей системе. Поэтому, дорогие друзья, четко накопили в копилке деньги для определенной цели, вывели, цель достигли, поставили себе новую цель, пополнили, опять накопили, вывели, цель достигли. И так будет меняться ваше качество, ваше жизни. Вы будете расти, как ментально, так физически, будете расти психоэмоционально, и перейдете на другой уровень. Другой уровень осознания и материи, другой уровень осознания этой жизни, ценности этой жизни и так далее. Пока вы не закроете свои физиологические базовые потребности, вы не перейдете на другой уровень. Потом на следующий, потом на следующий, да? Вот этот момент, он очень важен. Поэтому обязательно три вещи, еще раз растущий поток прорабатывает хорошо три вещи. Первое, терпение. Второе, это страх потери и жадность. Вот эти три вещи мы прорабатываем, у вас в жизни, с деньгами будет все очень-очень хорошо. Идем дальше. Денежные потоки, это не просто какие-то потоки, это трансформационные потоки. Вы будете меняться, как человек, как личность, вы будете, через год вы себя просто не узнаете. Просто посмотрите в зеркало, скажите, «Вау, это я». Главное, чтобы вы не забыли посмотреть с осознанием таким. Следующий поток, который вы увидите в своем кабинете, это накопительный поток, друзья, что-то пересохло горло. Если, кстати, у вас нет кабинета, обязательно регистрируйтесь. Нужно просто взять ссылочку у вашего, пригласить ли, того человека, который дал вам эту информацию, зарегистрироваться и начать разбираться. Вот и все. Если уже вас этого человека нет, пишите мне в личные сообщения Андрей Алисеев. Возьму вас в свою команду и, конечно же, обучим всем нюансам работы системы. И не только. И не только. Вот. А также у нас есть список лидеров-консультантов, которые у нас есть, раскидывает бот, можете написать любому и, соответственно, зайти в команду, вас греют, накормят, согреют и научат непосредственно всем нюансам. Это очень важный момент, чтобы наставникам идти. Это проще идти за наставником, потому что здесь наставник уже долго. Я здесь седьмой год, допустим. И я уже не просто знаю эту же систему, я ее чувствую. Вот этот момент, он очень важный. И причем чувствую психологию участника и что ему надо и как ему быстрее дойти к его целям. Поэтому, когда ко мне участник регистрируется, я всегда задаю два вопроса. Первый вопрос, какой бюджет? Второй вопрос, какая цель прихода сюда вообще? Для чего ты пришел? Что ты хочешь? Давай минимальную цель поставим. Какая цель? Бесцельная тут болтания ни к чему не принесет. А вот цель конкретная дается фокусировка для сознания и начинается материализация этой цели. И люди все очень хорошо приходят в нашей команде к цели. Следующий накопительный поток фиолетового закладочка в нашем кабинете это деньги на будущее. Это стратегия от 3 до 25 лет. Это очень интересный поток. Оказывается, деньги в будущем тоже будут нужны. Именно поэтому есть у нас такой денежный поток. Мы заботимся о своем будущем. Участники наши дали несколько названий этому потоку. Деньги на будущее, первое, наш пенсионный фонд, второе, фонд совершеннолетия, третье и так далее. То есть много таких синонимов, которые олицетворяют смысл этого потока. Это деньги на будущее. Вы можете выстроить свою стратегию от 3 до 25 лет в любой последовательности. Вся табличка есть во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять в вашем кабинете». Зарегистрируйте, заходите, читайте, там все написано. Накопительный поток так устроен, что есть период накопления, а есть период выплат. То есть, допустим, вы выбрали 3 года накопления, то потом 3 года выплаты. Выбрали 5 лет накопления, 5 лет выплат. Так это работает. Зашли на 1000, 1000 после потяжки и каренси превратилось через 3 года в 5000. Это поток с обязательным пополнением каждый месяц. Это, наверное, самый строгий поток из всех наших потоков, поэтому накопительный поток лучше создать и довести его до конца. Поэтому, когда я создаю накопительный поток, я его стараюсь проплатить как можно дальше и больше, чтобы уже о нем больше не думать. Поэтому рекомендую и вам. Идем дальше. Следующий поток, поток удачи либо наша беспроигрышная лотерея. И 5 из 32, либо 5 из 25 на разных площадках, о которых я вам тоже сейчас расскажу. Поток удачи очень интересно работает. Так что вы можете, купив лотерею за 100 рублей, выиграть джекпот 300 тысяч. Купив лотерею за 500 рублей, джекпот 500 тысяч. Купив лотерею за 1000 рублей, джекпот миллион. Вот за последние полгода у нас, наверное, сработало чуть меньше 30 джекпотов. И вот люди получили прекрасные средства и начали менять свою жизнь. Кто-то запустил потоки, кто-то, может быть, что-то приобрел. Но то, что это вообще реально, это крутейшая лотерея, она круто работает. Зайдите в вкладочку LT, там есть большая красная кнопка правил лотереи, нажимаете на нее, и там все правила лотереи внимательно читаете. Там все написано, и все просто изложено. Итак, давайте подытожим, о чем я сейчас вам рассказал. Я вам сейчас рассказал о семи потоках, которые имеются на каждой площадке. Первый – это стартовый поток, ускоренный стартовый, быстрый, супербыстрый, растущий. Шестой поток накопительный и лотерея, беспроигрышная наша лотерея. Семь потоков у вас есть в кабинете. Они все разновременные, то есть в разное время дают вам разное количество денег. И когда они все одновременно начинают вам давать деньги, то они просто заваливать начинают вас деньгами. Так это все устроено. Конечно же, если вы развиваете свой кабинет. Вот. Но это еще не все. Есть еще 12 вспомогательных, есть еще 12 вспомогательных потоков. У меня вообще есть эфир, называется «17 денежных потоков». Но сейчас их намного больше. Этот эфир я проводил год назад. За год у нас очень много интересных изменений произошло. А сейчас я вам расскажу еще про два. Две возможности, два, можно сказать, потока. У нас дело в том, что у сообщества есть рекламный бюджет. И очень хорошо, что сообщество приняло решение не отправлять этот рекламный бюджет на сторону. Кормить надо своих. Это очень важно. Поэтому рекламный бюджет распределяется в виде реферальной программы активным участникам и лидерам. У нас нет обязательных приглашений. Хотите, приглашайте. Хотите, не приглашайте. У меня есть и такие участники, и другие. И у всех все очень хорошо. Но, если у вас есть желание и нужда развиваться, пожалуйста, вы можете воспользоваться реферальной программой. Эта вкладочка в вашем кабинете называется «Вознаграждение за развитие проекта». Нажимаете и внимательно читаете. Первое – это реферальные бонусы. От двух до десяти процентов в зависимости от потока открытым вашим приглашенным человеком. И второе – это лидерский бонус. Лидер – это уже должность. На эту должность уже может претендовать участник, у которого в первой линии не менее десяти активных участников, и которые открыли и запустили потоки. это первое условие. Второе условие – он должен подать заявку на лидера, своему вышестоящему лидеру, и пройти соответствующее обучение, сдать экзамен на топ-лидера, и на совете лидеров принимается решение о присвоении данному лидеру квалификации или должности лидер. И таким образом он становится лидером, он как бы отделяется своей ячейкой лидерской, он становится лидером-консультантом для своей личной ячейки и начинает как бы развиваться. И что самое интересное, то, что лидеру открывается уже глубина в своей ячейке до бесконечности, а в ячейке лидерской ячейка, которая будет у него как в матрешке вырастать внутри, внутри одной матрешки еще много матрешек, когда лидеры уже будут созревать, то до седьмого уровня он может тоже получать бонус, структурный бонус. Поэтому обязательно кто из активных участников хочет стать лидером, обязательно пользуйтесь этим моментом, особенно те люди, которые пришли с нами с большими потерями, минусами в интернете, когда ходили вы по коммерческим проектам. Поэтому тут мы просто не знали, что такое коммерческий проект, а что такое касса взаимопомощи. Это две разные вещи, я вам попозже расскажу. И по каким принципам они работают, надо понимать это все дело. Вот, поэтому так как я знаю, что такое коммерческий проект, я 10 лет занимался бизнесом, и я понимаю это, поэтому я ни по каким коммерческим проектам не участвую в них, я не лазаю по ним, понимаете, потому что я понимаю цели и принципы, по каким они созданы. Идем дальше. То есть у вас в кабинете семь потоков и два потока в виде реферальных программ. То есть итого семь плюс два, девять возможностей получать денежные средства в кабинете на какой-то одной площадке. На какой-то одной площадке. А теперь смотрите, давайте я вам расскажу про нашу финансовую инфраструктуру. И первое, что такое инфраструктура, я думаю вы понимаете, инфраструктура это то, что создается очень долго и дорого. И она создается для того, чтобы с ним жить. Давайте я вам приведу пример городской инфраструктуры. Это к вашим домам подведено электричество, вода, канализации, вентиляцию у вас есть, тротуарчики, уличное освещение, закатанные дороги и так далее. Еще там ливневка та же самая. Это все городская инфраструктура. Она стоит очень дорого и делается очень долго и надолго. Вот этот момент он очень важный. Она делается, чтобы с ней жить. То же самое у нашего сообщества. Тоже долго делалась наша инфраструктура. Именно поэтому сообщество развивается уже 12-й год. И она делалась для того, чтобы с ней жить. И что у нас есть сейчас на данный момент в доступе. Но это не все. Только то, что есть в доступе к нам. У нас сейчас на данный момент. Первое – это 6 касс взаимопомощи нового поколения в разных странах, в разных валютах. Первое – это рублевая площадка. Дальше у нас вторая – общеевропейская в евро. Рублевая в рублях, соответственно. Третье – это испанская в евро. Дальше польская в злотых. Дальше киргизская в сомах. И шестая – Великобритания в фунтах-стерлингах. То есть у нас 6 площадок, они похожи, только в разных валютах. Немножко там чуть-чуть есть отличия, но на 98% они похожи. То есть получается 6 площадок международных, в которых вы можете использовать 9 возможностей, о которых я вам только что рассказал. 6 на 9 сколько будет? У вас 63 возможности есть сегодня для того, чтобы вы этим всем пользовались. Я лидер на всех площадках. И вот эти 63 возможности я использую. Но это еще далеко не все. Есть еще около 12 дополнительных возможностей, которые можно дополнительно этих 63 использовать. И так далее. В сообществе есть очень много возможностей. Но главное, чтобы вы могли это все уместить в свою голову и разобраться. Поэтому всем новым участникам я настоятельно рекомендую остановиться, выдохнуть. Вы пришли сюда не сорвать бабло, а иметь деньги всю вашу оставшуюся жизнь. Поэтому расслабляемся, учимся и пытаемся понять эту систему и в ней разобраться. Вот это самое важное. У нас преуспевают знаете кто? Пытливые и въедливые участники. Те, которые пытаются разобраться, заводят тетрадки, пишут скрупулезно, где-то записывают, лучше в голове отображаются. Пьют элитные витамины, чтобы быстрее обучение проходило. Это же учение, студентами надо опять стать. Но это бесплатно дается, это дается для того, чтобы вы сами стали из финансового свободными. Это очень важный момент. То есть все обучение у нас бесплатно. Представляете? В сообществе. Каждый лидер обучает свою команду абсолютно бесплатно. Поэтому, дорогие друзья, даются такие элитные знания, которые инфобизнесмены продают за деньги. Миллионы возьмут с вас, чтобы вам дать эти знания. У нас же в команде и в сообществе есть такие ресурсы, которые дают вам это абсолютно бесплатно. Идем дальше, дорогие друзья. Финансовая инфраструктура. Первая это шесть площадок, о которых я только что рассказал. Мультивалютные площадки. Каждая площадка это возможность сделать мультивалютную диверсификацию. Вот этот момент очень важен. Потому что каждая страна, каждая валюта она может где-то проседать, все нестабильное в этом мире, а дальше еще будет большая нестабильность. Поэтому мультивалютные площадки это очень интересные возможности. Именно иметь валютную диверсификацию рисков. И это очень круто. Допустим, если что-то там случилось в какой-то стране, валюта просела в два раза. То есть вам-то до барабана, потому что у вас есть и в других площадках потоки денежные, они вас прокормят. Одновременно все везде не рухнет. Если где-то что-то просело в экономиках где-то каких-то стран и валюта пошатнулась, то ничего страшного. Есть другие площадки. То есть таким вот образом наше сообщество оно очень крепко стоит на ногах и думает о своих участниках. Вот это важный момент. Оно создано для того, чтобы вас накормить. Вот этот момент он очень важен. Прямо запишите сообщество создано, чтобы вас накормить. Знаете почему? Потому что никогда ни с каким человеком не сделаешь какие-то хорошие дела пока, как в сказках славянских, человеку надо накормить, напоить, баню истопить, а потом и любить. Потом и любовь, общение приходит у единомышленников баню истопить. Значит, он должен почистить весь свой предыдущий опыт, оставить где-то там весь, убрать где-то мусор из головы и начать менять свою жизнь к лучшему. Поэтому не просто так говорилось в славянских сказках. Так и здесь. Поехали дальше. Что у нас есть? Шесть площадок кассы взаимопомощи нового поколения. Дальше два криптовалютно-платежных сервиса. Первое это сберкасса. Второе это мани-стораж. Сберкасса заточена для работы на постсоветском пространстве, мани-стораж заточена для работы западной финансовой системы. Ну, в принципе, и каждый человек с планеты Земля может пользоваться и тем, и другим, они просто заточены так, чтобы не было никаких лишних вопросов к этому. Потому что мир сейчас разделяется, мы четко это видим, и таким образом у нас все уже продумано, и это очень круто. Дальше у нас есть своя криптовалюта e-currency это вообще очень крутая штука, за счет которой у нас прибыль в наших денежных потоках. И я расскажу, откуда берутся деньги чуть попозже. Это ответы на часто задаваемый вопрос. Вот. Дальше наша e-currency за последние сколько здесь даже два года сделала много десятков иксов, да, то есть подорожала более чем где-то чуть-чуть и дойдет до 100 раз. Понимаете? 100 раз. То есть если бы вы эту информацию узнали бы лет 5 назад или 3 или 2 и могли бы у вас хватило бы мудрости в эту криптовалюту вложить не знаю даже 100 тысяч умножаете на 100 то есть у вас сейчас было бы 10 миллионов. Если бы вы вложили миллион было бы 100 миллионов. Но как говорится вы были в другом месте в другом информационном поле с другими людьми делали другие дела. Сейчас вы здесь это шанс поэтому берите этот шанс и у вас все будет хорошо. Идем дальше. У нас есть облачный майнинг нашей криптовалюты и карнесси это тоже очень интересно выгодно и на этом тоже можно зарабатывать разберитесь с этим. Дальше у нас есть блокчейн это вообще дорогая штука не каждый даже европейский банк имеет свой собственный блокчейн вот у нас же свой собственный блокчейн есть уже более 5 лет с огромной скоростью транзакций когда вы начнете пользоваться нашими криптовалютно-платежными сервисами вы почувствуете скорость работы нашего блокчейна и у нас есть конечно же своя нейросеть дорогие друзья которая сейчас более двух лет следит за безопасностью работы нашей системы нейросеть заточена для того чтобы обеспечить бесперебойность работы нашей системы вечно можно сказать так поэтому нейросеть этим и занимается вы спите а нейросеть занимается тем чтобы у вас все было хорошо и это очень круто вот уже два года на страже нашей безопасности стоит именно нейросеть это инфраструктура это далеко не все есть еще куча и валют есть еще разных проектов я только 5 проектов знаю которые в любой момент могут запуститься но главное чтобы вы вы бы к этому были готовы хотя бы разберитесь с тем что я уже перечислил вам этого вполне хватит сейчас на сегодняшний день я управляю десятью сайтами я управляю одновременно десятью сайтами вот так вот вот и за счет моего грамотного управления у меня всегда есть деньги сделай вы так же можете сделать и вы потому что все в нашем сообществе на равных условиях абсолютно вот поехали дальше теперь давайте отвечу на часто задаваем вопросы первый вопрос откуда деньги второй вопрос у нас пирамида не пирамида лохотрон не лохотрон третий вопрос и приглашать не приглашать четвертый вопрос давайте пойдем сюда возьмите ручку пожалуйста листок бумаги и будем записывать откуда же у нас денег пять источников денег я расскажу но есть еще несколько источников но это уже вам лишнее для презентации это уже узнаете на командных обучениях у своих видов первый от прогнозируемого курса роста нашей криптовалюты и каренси которая только за последние два года сделала почти их сто поэтому дорогие друзья выросло почти в сто раз поэтому и она продолжает расти поэтому все кто сейчас кстати идет крутейшая акция все кто еще думают подтягивать и каренси или нет к своим стартовым потокам используйте этот момент и каренси будет больше пяти долларов ближе к я думаю что к новому году поэтому используйте пока она еще нету три доллара а может даже она еще выше пойдет поэтому это мои такие а как это называется видение будущего то есть я смотрю как развивается сообщество тренды тенденции это сейчас пока август все такие веловатые на грядках сидят отпуска моря такие все вот сентябрь сейчас детки все пойдут в школу там все освободятся холод будет мороз наслякать дождь и все уйдут в онлайн вот начнется просто дикий рост сейчас все такие в оффлайне по большей части кайфуют бархатный сезон есть бархатный сезон никуда от этого не уйти вот идем дальше второй источник дохода от справедливого перераспределения не по принципу пирамидальной системы а по принципу одноранговой сети впервые насколько известно из истории этот принцип осветил король артур когда он сказал что я создам круглый стол и это будет первый среди первых я там король среди королей равный среди равных вот этот момент он очень важный так у нас у нас сообщество одноранговая сеть давайте теперь объясню в чем разница одноранговая сеть это значит что все равны кабинеты у нас у всех равны неважно вы пришли сегодня вы зарегистрируетесь либо завтра кто-то участник зарегистрируется либо как я вот седьмой год уже кто-то там десятый год вот в системе и у нас у всех одинаковый кабинет у нас у всех одинаковые проценты у нас у всех все одинаково а вот как мы этим управляем вот в этом-то большая разница Поэтому тот, кто разобрался, грамотно управляет. Тот, кто не разобрался, это использует АБК, как говорится. Но тех, кто разобрался, слава богу, больше. И жизнь этих людей меняется с каждым днем все быстрее и быстрее. Поэтому, дорогие друзья, разберитесь. Это ключевая фраза, которую говорят всем новым участникам. Остановился, выдохнул и разобрался. Начинаем копать. Берем лопату и начинаем копать знания. Копаем, 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 пока не поймете. И на практике пробуем, запускаем, крутим, верьте. У нас большой финансовый квест. Если вы этот квест достойно пройдете, у вас проблем с деньгами в этой жизни не будет никогда. Пирамидальная система. Сейчас подробно о ней расскажу. Это когда верхи кормят низы. Низы кормят верхи. И деньги стремляются вверх. Переверните, пожалуйста, пока доллары есть. Один доллар. Вот так переворачиваете. Вот. И вы увидите, что там нарисована пирамида. Потому что ее засунули под нос всем людям. И люди ее не видят. А те просто банкиры ржут от этого, что стадо баранов не видят большой глобальной пирамиды. Потому что маленький мозг и большая пирамида. Маленький мозг не в состоянии увидеть глобальность этой пирамиды. Поэтому хочешь, как говорится, спрятать что-то, засунь под нос. И никто даже не поверит, что это действительно возможно. А такое возможно. Больше 100 лет назад была построена эта глобальная пирамида под названием мировая финансовая система. Поэтому, если вы не понимаете еще, где вы живете, то изучите тему. Изучите весь тот материал, который я вам дал сегодня в самом начале. Сейчас я расскажу еще поподробнее, как она работает. Третий источник, откуда деньги? От того, что нашей системы нет хозяина. У нас не коммерческий проект. У нас социально-образовательно-финансовый проект. Деньги остаются в системе. Деньги распределяются всем участникам. Деньги не уходят хозяину. У нашей системы есть основатель. Это идейный основатель Дмитрий Васадин. А хозяина у нас нет. Это не коммерческий проект. Еще раз повторю. Этот момент очень-очень важен. Что такое коммерческий проект? Это когда один голодный, умный и голодный человек создает коммерческий проект по пирамидальной системе. Придумает маркетинг, легенду, сайтик, внутряночку какую-то, да? И начинает вот тут вот умный человек, голодный, и он собирает других голодных, чтобы они его накормили. Вот цель создания любого коммерческого проекта накормить хозяина проекта. Это единственная цель. Я помню, что когда я создавал свой первый бизнес, я написал в уставе своей первой фирмы цель создания фирмы, обеспечить качественное обслуживание клиентов. Мне сказали, ты что, ты создаешь благотворительную организацию, что ли? Я говорю, нет, коммерческую. Он говорит, ну вот. Цель любой коммерческой организации – прибыль, доход получать. Понял? Молодой, говорит. Я тогда понял, что любой бизнес делается для одного. Накормить хозяина. Все, все. Больше нет другой основной цели. И как только хозяин становится сытым, либо этот бизнес останавливается, либо он как-то еще что-то происходит, либо он трансформируется, делегируется. Если не приходит какая-то идейная миссия, наследственность, и этот бизнес не выходит уже в миссию определенную, то, как правило, хозяин срубает бабло и закрывает этот проект, потому что любой бизнес – это большая нагрузка. И чем, как говорится, гемор иметь, лучше проще его не иметь. Поэтому коммерческие проекты – это недолгие проекты, где хозяин проекта, умный человек, собрал всех голодных, чтобы они его накормили. Так вот и устроено. Поэтому если вы бегаете по коммерческим проектам, вы кормите хозяинов этих проектов. По-другому они еще называются сейчас в онлайне. Админы, хозяины, учредители, акционеры, как только их еще не называют, но это смысл один и тот же. Это хозяева проектов. И именно проект создается, чтобы их накормить. Все, все. Больше нет другой никакой миссии. Проект «Поток кэш» и сообщество – это социально-экономическая система, которая создана для того, чтобы обеспечить вам социальный минимум при вашем включении, конечно. Если вы этого не хотите, не учиться, то будет чуть-чуть. Хотите учиться – будет побольше. Социальный минимум. Чтобы вас накормить. Потому что с голодными людьми никогда ничего не сделаешь хорошее. Их надо накормить. Вот наша система и закрывает этот минимум. Это третий источник дохода. Четвертый источник дохода. От того, что наши потоки так хитро устроены, что их надо постоянно пополнять. Я постоянно пополняю свои потоки. Можете посмотреть мои сторисы везде. Я каждый раз пополняю, и каждый раз они мне дают все больше. Я пополняю, они мне дают все больше. И каждый человек, каждый участник пополняет и пополняет и пополняет свои потоки. И они таким образом растут и дают все больше, больше и больше. Поэтому обеспечивая рост капиталоемкости. Поэтому, дорогие друзья, у нас не просто потоки, у нас психологические, разновременные финансовые инструменты. Это очень важный момент, и вы это поймете, когда начнете ими управлять. И пятый источник дохода, я его увидел не сразу, я его увидел позже немножко. Это когда человек уже зарегистрировался, он уже открыл потоки, он уже в командном чате, лидер его уже начинает обучать. Но он говорит, у меня своя стратегия, я все понял, ко мне не лезь. И начинает делать какие-то непонятные, неадекватные действия. Тем самым, когда человек делает правильные действия, он получает максимальный доход. Когда он делает неправильные действия, он как бы недополучает. Потому что система бы и рада дать, но он не берет, потому что делает неправильные действия. А учиться человек не хочет. Ну, слава богу, что в моей команде таких стало уже меньше 10%. И есть тенденция, что приходит время, там 3-6 месяцев, и они понимают, что они пришли в одно и то же время с другими людьми. У них уже все очень хорошо. А вот они что-то пробуксовывают на месте, стоят. Вот тогда начинает учиться. Твердолобость потихонечку уходит. Они потихонечку излечиваются от такой болезни, которую наши еще классики говорили. Горе от ума. Все все думают, что они все знают. Никто ничего не знает по-настоящему. И начинают учиться. Вот эти люди потихонечку начинают выруливать. И признают, что я там что-то тут подтупливал поначалу. И потом у них начинает все делать правильно. И результат не заставляет о себе долго ждать. Этот момент очень важный и очень интересный. Но пока они не доходят до этого момента. Это эволюционный рост такой. Психологический. Даже психологический. Деньги – это психологическая игра. Они экономят деньги в системе. Представляете, своими неправильными действиями. Это все равно, чтобы пополнять растущий поток на 100 рублей. Это какое действие? Это неправильное действие. Неэффективное действие. Не надо этого делать. Растущий поток надо пополнять от 10 тысяч. Иначе нет смысла этого. Но люди терпеливо 100, 200 рублей, 300, 500, 1000, полторы. Херачат туда, херачат каждый день. Зачем, говорю, ты это делаешь? Ну ладно, это уже командное обучение. Но, слава богу, приходит такой момент, когда они все-таки начинают понимать, что все-таки надо учиться. И они начинают учиться, и у них все получается. То есть это такой вот процент. Но пока они до этого момента не доперли, они экономят деньги в системе. И, ну, с одной стороны, это радует. Потому что система становится еще более устойчивой. Потому что она у нас и так надежная, так она еще больше надежной становится. Это хорошо. И это далеко не все источники денег, скажу честно. Потому что, я еще говорю, несколько знаю, но это уже больше на командных обучениях. А более углубленно рассказывать для презентации этого вполне достаточно. Так, по деньгам рассказал. Пирамида не пирамида. Вот, давайте еще раз поговорим про эту тему. Смотрите. Пирамидальная система устроена таким образом, чтобы деньги устремились вверх. То есть низы кормят верхи. Касса взаимопомощи по принципу, а у нас принцип прежде всего, это одноранговая сеть. Все равны. И неважно, вы пришли сегодня, завтра, послезавтра или 10 лет назад, у вас у всех равные кабинеты. Поэтому все в равных условиях находятся. И все зависит только от ваших действий, от вашей стратегии развития. Все. Больше нет чего. Берете вы какие-то возможности, не берете, это уже ваши дела. Вот. Вы сами становитесь директором своего кабинета, финансистом, главным бухгалтером. В пирамидальной системе низы кормят верхи. У нас нет ни низов, ни верхов, ни левых, ни правых, ни задних, ни передних. У нас все равны. Вот этот момент, он очень важный. Получают либо все, неважно от рангов, либо никто. Либо все, либо никто. Это справедливый принцип распределения денег в кассе взаимопомощи нового поколения. В одноранговой сети. Именно поэтому все заинтересованы, чтобы все работало прекрасно. Ну а в связи с тем, что нейросеть нам сейчас очень хорошо помогает, у нас огромная инфраструктура, которая создавалась очень долго и стоила несколько десятков миллионов долларов. Поэтому, скажу вам честно, это создавалось для того, чтобы этим пользоваться. И это очень важный момент. Поехали дальше. Лохотрон, не лохотрон, соответственно. Есть люди, которые не имеют своего собственного мнения. Почему не имеют? Потому что у них маленький жизненный опыт. Они проживают теоретически эту жизнь. Не практически, а теоретически. Где-то что-то услышали, какие-то новости, где-то еще что-то. Где-то испугались, где-то еще что-то. Надо пропускать это все через свое тело. Проживать этот опыт, да? Потому что в этой жизни мы с вами пришли для одного – нарабатывать свой личный опыт. И если вы убегаете от этого, либо превращаете практику в теорию, у вас недостаток опыта. Вот этот момент уночевазный. Бизнес меня всегда приучил брать и через свое тело пропускать, через свое сознание учиться. И только потом начинать принимать решение и понимать, надо тебе это, либо не надо. Углубился, разобрался, и ты можешь адекватно понять. Нравится система, остаешься. Не нравится, забрал прибыль, пошел гулять, пошел на работу или еще куда-то. Или какие-нибудь проекты кормить хозяев. Пожалуйста, идите куда хотите. У нас свободное сообщество. Нравится, остался, начинаешь развиваться. И у тебя становится все очень хорошо. Буквально через 3-6, максимум год, все будет очень хорошо. Так вот, лохотрон. Человек мыслит ярлыками. Я это называю ярлыковое мышление. Те люди, которые не имеют своего практического жизненного опыта, они мыслят ярлыковым мышлением. И, как правило, это мышление негативное. Это там не любовь, все мужики козлы, все бабы дуры, не знаю, это секта, это лохотрон, это еще что-то. И вот так вот у них вся комната их серенькая, их бункер заклеенный вот этим всем. И вот они вот в этом всем живут в мерке, вот в этом сером. Вот это люди вот этой категории. И пока они из этой серой комнаты не выйдут заклеенными ярлыками чужих мнений и не начнут нарабатывать свой личный жизненный опыт, то, ради чего они родились в этой жизни, просто их не учили этому, они не поймут как бы ничего. Поэтому пускай идут и нарабатывают свой жизненный опыт, и как наработаются, пускай приходят и там дальше уже разбираются. Поэтому этим людям надо еще идти на работу и херачить, херачить, херачить до потери пульса, пока не наработаются, пока не наработают свой жизненный опыт. И переоценка ценностей не произойдет в этой голове. Следующий вопрос – это приглашать, не приглашать его. То есть есть мнение ошибочное о том, что ой-ой-ой, в вашей системе вот пока новички идут, вот будут выплаты, а потом ничего не будет. Этот человек вообще не понимает, еще не разобрался, как работает система. В нашей системе не новички кормят, а старички кормят новичков, чтобы они, перышки у них выросли, они из гадких утят превратились в лебедей. Потому что старички создают потоки на 100 тысяч, на миллионы. Легко, свободно каждый день. То же самое делаю я. А новые участники приходят на свои 3 тысячи и будут несколько месяцев крутить свои 3 тысячи, чтобы понимать, как это работает. А потом в итоге так ничего и не понял, и будет еще крутить другой какой-нибудь поток. Либо вообще скажут, ай, херня тут какая-то, я тут заработал всего ничего, там 20% в месяц это херня. Да? То есть и так далее. То есть, дорогие друзья, это система кассов взаимопомощи, где старички кормят новичков, чтобы они врубились, куда они пришли. Новички погоду вообще не делают. Новичков максимум 50% от общего количества старичков. Вот этот момент, он очень важный. И когда вы поймете, увидите, и тогда почувствуете. Новичок, пока он осмелеет, пока он наберет уверенность и доверие к нему придет, он поймет, как это все работает. Проходит там 3-5 года иногда. У меня даже есть участники, не поверите просто, я просто ржу просто от этого просто очень серьезно. Но у меня есть участники, которые уже полтора года крутят одну тысячу. Представляете, из своей жадности. Вот они крутят, вот кнопочки, ну, слава богу, кнопочку нажимают. Есть вот участники другие, недисциплинированные. Они даже кнопку, ай, забыл, ай, там нормально, ай, там пошел. А есть участник, он прям, ну, тысячу крутит. Он думал, хочет из тысячи сделать миллион, наверное. Я не знаю. Но за эти полтора года многие люди закрыли свои миллионные кредиты, купили машины, телефоны, квартиры и так далее. А человек все еще тысячу крутит. Поэтому, дорогие друзья, ну, вот тут после... Когда у тебя уже в голове статистика такая накопилась, да, и ты уже видишь разные вот эти вот моменты, ты понимаешь, что настолько люди интересные такие, они живут в своих мирах таких. Поэтому думайте сами, решайте сами. В нашей системе нет обязательных приглашений. Хотите, приглашайте. Хотите, не приглашайте. У меня есть и такие участники, и такие. Есть участники, которые не приглашают и крутят миллионами, и у них тоже все хорошо. Есть участники, которые приглашают, но не хотят стать лидерами, и у них тоже все хорошо. Есть участники, которые хотят развиваться в сообществе, они становятся лидерами, активными участниками, и у них тоже все очень хорошо. Здесь система для всех, абсолютно для всех. И каждый находит себе как бы вот эту вот нотку свежего воздуха воздуха здесь, да, чтобы набраться сил, идти дальше по жизни и реализовывать свои цели. Поэтому хотите, приглашайте, хотите, не приглашайте. Хотите, берите деньги из рекламного бюджета. Хотите, не берите. Возьмут другие. Вопросов нет. У меня были много уже таких случаев. Раньше было не так, но сейчас вообще очень много. Когда участник там год целый сидит, там что-то делает на мелочевке, ой, я сейчас еще понаблюдаю, я еще там покручу, тут 5 тысяч покручу, там 3 тысяч покручу, там еще где-то по мелочи покручу. Он наблюдает, наблюдает, там ой-ой-ой, может быть там что-нибудь произойдет. Смотрит, работает, блин, опять работает, снова работает, опять работает, полгода прошло, работает, год проходит, работает. И он такой ловит диссонанс, что он как-то слабенько идет, потому что те люди, которые пришли с ним в один момент, они уже там миллионы позакрывали, а он все еще крутит пять тысяч своим. И идет, начинает кому-то что-то рассказывать. И приходит к этому человеку и говорит, слушайте, я тут, тема у меня есть. Они говорят, чего? Потоки? Говорит, так мы уже давно в потоках. Пришли другие люди, которые быстрее врубились, у которых быстрее самосознание куда-нибудь пришли. И давным-давно дали ему информацию, он уже давным-давно в потоках. Он говорит, как в потоках? Ты уже давно в потоках? Говорит, конечно, я уже полгода там, у меня уже миллион. Как миллион? И потом мне приходят, такие, а я, елки-палки, только с пятью тысяч. И вот тут начинается их рост, а тут они начинают уже посмелее себя вести и ставить конкретные четкие цели. Поэтому у каждого своя эволюция. Наша система предназначена для всех людей. Поэтому кто-то быстро стартанет, кто-то медленно, кто-то будет идти тихо, кто-то быстро, кто-то просто взлетит, как ракета. Поэтому, дорогие друзья, это система для всех тех людей, которые хотят жить как-то по-другому, которые надоело работать. Есть такая очень интересная мем, такой, в колхозе лошадь работала больше всех, но председателем она так и не стала. Но председателем она так и не стала. Поэтому, друзья мои, важно, поэтому Рокфеллер сказал, а это умный был человек, что если вы работаете, вам некогда зарабатывать. Поэтому освободите себя от работы, и вы начнете зарабатывать. И только так возможно выйти на другое качество уровня жизни. Но каждый выбирает свое, поэтому те, кто еще верят в святой найм или еще во что-то, пожалуйста, топаем и херачим. Вопросов других вообще нету. Так, с этим, я надеюсь, разобрались. Так, теперь будем завершать, и я отвечу на ваши вопросы. Поэтому, у кого вопросы, подготовьтесь, пожалуйста, запишите их. Сейчас будем включать по очереди микрофончики, и будете задавать вопросы. Ну, а я уже наблюдаю за развитием сообщества вот уже седьмой год, и скажу честно, что вот несколько сотен тысяч наших участников в нашем сообществе инвестируют в денежные потоки, развивают их, развивают свои кабинеты и меняют качество своей жизни. И хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет намного проще, легче и от этого веселее. Денежные потоки — это не какой-то коммерческий проект в интернете, это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо. И когда вы по-настоящему разберетесь с денежными потоками, то поймете, что такого проекта у вас не было и никогда не будет. Именно поэтому здесь надо задержаться надолго, на всю свою жизнь. Я по этому, по крайней мере, мое решение, потому что мне здесь всего хватает, вообще всего. Ну, понимаете, да? То есть 6 площадок, 9 возможностей, 63 потока вы можете закрутить, плюс еще 12 потоков вспомогательных. Итого 63 плюс 12 — сколько? Сколько? 80, 73, 75, да? 75 возможностей, которые здесь есть. И это далеко еще не все. Это далеко не все. Есть еще несколько. Где-то 76, 77. Вот хорошее число, да? Где-то 77 возможностей финансовых сейчас здесь есть в доступе. Будете вы ими пользоваться? Не будете, это ваши дела, да? Я ими пользуюсь, мне круто. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Я увидел эти возможности еще в далеком 2017 году, но тогда у нас не было такой веер возможностей. У нас намного было меньше возможностей. Но даже тогда я увидел глубину. Поэтому что рекомендую вам? Остановиться, выдохнуть, разобраться и начать углубляться в смысл. Смысл создания сообщества и нашей международной кассы взаимопомощи нового поколения от сообщества, которому более 11 лет. Теперь, дорогие друзья, поднимайте руки. Если у кого какие-то вопросы, есть центральная кнопочка такая синенькая, поднять руку, на ее нажимаете, я вижу вашу поднятую руку и буду включать вам микрофон тем, кто хочет задать вопрос. Поэтому... Добрый вечер, Андрей. Приветствую. Да, слушаю, Татьяна, приветствую. Да, всем добрый вечер. Я очень сегодня настолько снова вдохновилась тем, что еще раз, я не знаю, уже, наверное, Андрей, в сотый раз послушала вашу презентацию, которую знаю наизусть. Ребята, это тоже мой лидер, который меня обучал и который протянул руку помощи мне и, естественно, вот я уже год как в потоках 25 августа будет год и я уже закрываю. Действительно, я и вывела около полтора миллиона. Поверьте, я не просто вас обманываю, а говорю, что это так. И все мы пришли сюда немножко расстроены, со слезами, уже отдали все кредиты, уже живем на деньги потока, радуемся меня распирать счастья и удовольствия. Но я тоже лидер и, если что, всегда оказываю всем помощь. Но я хочу сейчас задать Андрею вопрос. Вы знаете, я настолько знаю все его лекции, я настолько впитываю все его слова. И вот сейчас он сказал, что возьмите тетрадку и записывайте. Наверное, он подковырнул меня, потому что у меня действительно в течение года исписана уже тетрадочка, которая очень толстая. Там, ну, вот эти толстые, большие под 300 листов. И я ей каждый раз, я записываю каждый раз какие-то нюансы. Так вот сейчас я у Андрея заметила, что один шаг, момент в нашей системе не сказал. Может, умышлено, может, умышлено. Да, Андрей, я хочу вам задать вопрос. А есть ли в нашей системе майнинг? Вот есть же люди, которые там трейдят нам в биржах, да, они настолько все вот крутые себя считают и майнят монету, там покупают разные, знаете, что такое майнинг, майнинг, разные энергию используют. А что же в нашей-то системе? Давайте все-таки... Конечно, майнинг есть. Сейчас, секунду. Я прекрасно понимаю, что Андрей все знает. И я не просто так задала этот вопрос. Я хочу, чтобы вы, ребята, вот здесь вас уже с более ста человек, послушайте его грамотные слова, как он расскажет про майнинг. Я вообще люблю, вот когда он говорит. Андрей, так что же такое майнинг и есть ли у нас он в системе? Вот такой у меня вопрос к вам. Спасибо, Татьяна. Про майнинг я сегодня рассказывал. Вот. Но для новичка майнинг это не то, с чего надо начать. То есть это первое. Второе, майнинг, конечно, у нас есть. Мы майним и каренси, на этом тоже можно прекрасно зарабатывать. Есть несколько видов майниров, есть специальная площадка под облачный майнинг. Соответственно, мы загружаем туда токены и майним нашу криптовалюту и каренси, которая постоянно дорожает, дорожает и дорожает. Уже за последние, говорю, несколько лет она подорожала уже практически более чем в 100 раз. Поэтому, дорогие друзья, это хороший актив, который стоит покупать. А дальше оно все больше будет дорожать. И почему оно дорожает? Потому что все большее количество людей создает все большее количество потоков. И она становится очень популярной. А дальше криптовалюта и каренси. Вообще она заточена как универсальное платежное средство. Дальше она просто войдет в наш обиход как расчет за товары и услуги. Поэтому и каренси мы будем покупать друг у друга разные услуги, товары. И это будет, я думаю, что в ближайшем будущем. Поэтому я жду этого реального дня. И мы можем этот день приблизить своим, кажется, помощью сообществу и ростом нашего сообщества. Вот в трех словах, если, Татьяна. Да, спасибо. Но вначале вы просто чуть-чуть сказали. Поэтому спасибо большое. Это действительно меня радует. Мы напомнили себе о том, что мы можем еще и майнингом зарабатывать деньги. Спасибо, Андрей, большое. Прекрасная презентация. Это, как всегда, все на высшем уровне. Поэтому я благодарю тебя. Спасибо. Благодарю, Татьяна, за теплые слова. Так, у кого какой вопрос, поднимайте руки. Если есть вопросы, то давайте пройдемся. Синенькая кнопочка в центре экрана, в вашем снизу. Нажимайте на нее и увидим, у кого какие вопросы. Давайте, жду еще несколько секунд. Альбина хочет задать вопрос. Да, слушай, Альбина. Нажимаем на микрофончик и... Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Альбина. Я восхищаюсь вашими презентациями. Сама я в сообществе полтора месяца, но скоро будет два месяца. У меня, знаете, вот такой вопрос по растущему потоку. Значит, я, когда выходила пополнить растущий поток, у меня уже там есть сумма определенная, я увидела внизу четыре таких вот кнопочки, значит, пополнить из... Сейчас вспомню. Из копилки, со сберкассы. Из копилки, со сберкассы, передал лидеру и криптовалюта. Вот на криптовалюту нечаянно я нажала, и у меня высветилось, значит, там Этером. Выскочила мои запросы. Потом, значит, я думала как-то это отменить. Нажала, потом, ну, уже искала Тезер. Нажала туда. И вот у меня сейчас вот эта строка зависла. Ну, я у своих спрашивала, да, у вышестоящих. Ну, мне сказали, что можно перезагрузить, и вроде как эта строка уйдет. Но у меня пока ничего не уходит. Что я сделала? Да, да. Что я за кнопочку такую нажала криптовалюта? Но это у меня просто возник интерес. Ну, я как бы вот знакомлюсь со своим кабинетом и думаю, что-то я, наверное, сделала не так технически, и куда мне вот обратиться? Техподдержку? Или это ничего страшного? Нет, никуда не надо обращаться. Завтра по истечению 24 часов этот запрос исчезнет. Поэтому не волнуйтесь, значит, этого. Вот. Да, возможность есть такая, пополнить через криптовалюту растущий поток, только растущий поток. Но для этого лучше это первый раз делайте вместе со своим лидером, чтобы вы технически понимали, как это делается. Спасибо большое. Это, наверное, через обменники, да? Ну, в том числе можно забить какую-то конкретную сумму, которую надо заранее просчитать вам, и на эту сумму взять количество USDT, которое вам выдаст растущий поток, и с этим количеством USDT пойти в обменник, соответственно, вбить в обмен это количество USDT, и, соответственно, проплатить то количество рублей, которое обменник запросит. Поэтому я говорю, это определенные операции, которые желательно первый раз сделать со своим лидером вместе. Но такая техническая возможность такая есть. Либо просто не парьтесь за водителя на сберкассу, и все. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Так, еще. Еще какие вопросы? Так, Мара. Андрей. У меня вопрос. Так, Ирина, да, слушаю. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер все, друзья, гости. И ты, конечно же, Андрей. Как всегда, великолепная презентация. Всегда расслабляюсь, получаю большое удовольствие и еще раз убеждаюсь в том, что я в нужном месте, в нужное время, как и многие партнеры. И, тем не менее, у меня есть к тебе вопрос. Вот сейчас у нас наверняка присутствуют гости или новички, которые еще не все совсем разобрались во всем. Расскажи, пожалуйста, когда ты начал много лет назад, что именно тебя вдохновило в первую очередь? Вот что послужило для тому, чтобы ты не только остался здесь, но еще начал развиваться гигантскими шагами? И второй вопрос, исходящий из первого. Что бы ты порекомендовал на вечеринке, как грамотно здесь стартовать? Спасибо. Спасибо, Ирочка. Хорошие очень вопросы. Первое, что меня вдохновило, это то, что, во-первых, у меня уже была определенная база знаний, то есть я понимал, в каком мы финансовом мире живем. И с этим миром я сталкивался чаще, потому что я еще занимался бизнесом. А это постоянно ты общаешься с банками, с налоговыми, ты постоянно тусуешься, ты постоянно какие-то взаимозачеты, какие-то трудности, разные банки, ты начинаешь понимать, как это все работает еще больше. Но это только в рамках страны. Потом, когда выезжаешь за границу, там по-другому немножко. Но в итоге, надо прежде всего разобраться, понять, в какой финансовой системе мы живем. Поэтому я и рекомендую в самом начале всем это смотреть базовые фильмы, это азбука. Если вы буквы не знаете, вы слова не сможете прочесть. Поэтому хотя бы с мультфильма начните. Фабиан, либо я хочу весь мир плюс 5%, мультфильм 40-минутный посмотрите. Дальше дух времени, первая, вторая, третья, четвертая части и деньги, пирамида долгов. Если это вы все посмотрите, как я это посмотрел еще в том далеком 2007-2008 годах, то есть у меня уже была база знаний, но она была теоретическая. То есть я понимал, как этот мир устроен теоретически. Практически я его ощущал, потому что я занимался бизнесом. И когда я начал копать дальше, что за система и кто ее создал, когда я управлял уже своим кабинетом, я понял, что это очень крутая штука для того, чтобы людям давать деньги. Но у меня возник вопрос, кто создал эту систему и для чего? Я начал отвечать себе на этот вопрос. Я стал копать. Я докопал до видео философия Дмитрия с нашего сообщества, то 30-минутное видео, и я его посмотрел. Это встреча Дмитрия Осадина в Монако. Встречался с нашими лидерами, топ-лидерами. И он выразил, почему он делает это, почему он помогает сообществу развиваться, для чего. Он выразил идею, что пока вы не закроете свой социальный минимум, вы ничего в жизни не сможете достичь. И эта система, она предназначена человеку каждому пойти по своей дорожке, по своей стезе. Не вынуждена работать за деньги, потому что по-другому вы жить не сможете. А вы будете заниматься тем, чем вы хотите. Вы можете даже сменить сферу деятельности, сменить работу на другую. Но у вас просто не хватало времени и сил просто перестроиться на другие рельсы, потому что сейтнот постоянный, постоянно не хватает времени, постоянно не хватает денег. Поэтому человек не успевал переквалифицироваться, у него времени тупо не хватало, и где-то жизненных сил не хватало, а потом здоровья не хватает. И многие наши участники сменили профессию, многие наши участники поменяли вид деятельности, многие наши участники вообще просто начинают развивать только наше сообщество и так далее. У каждого из участников очень многое серьезно поменялось жизнь. Трансформация не просто личности, а также и самой жизни. Поэтому так же она и у меня поменялась. Бизнес давал деньги, но не было времени. И так свободно, как жить можно сейчас. Вместе с сообществом я никогда в своей жизни не жил, поэтому сообщество мне дало время. Поэтому любому бизнесмену не хватает времени, по большей части. Да, те, кто выстроили крупные корпорации, тем однозначно они могут делегировать, откупиться где-то и немножко себе выбрать время. Но те еще начинающие мелкие бизнесмены, где-то предприниматели, где-то небольшие фирмы, вот там просто жесть, как не хватает времени. Человек просто тупо занимается заработком денег. Предпринимательство это даже сложнее, чем найм. Потому что там ты должен и работать так же, как в найме, и в то же время отвечать за все процессы. То есть там тянешь сразу пять ставок одновременно разных профессий. То есть ты должен быть многополярен, ты должен тебя во всех сферах шарить, не только в своем продукте, но и во всех других, и в налоговой, и том, и все. Вот поэтому... А тут я встречаю человека, который уже делает, объединяет уже людей и создает тот параллельный финансовый мир, который просто людей ставит на их собственный путь. И вот это меня просто вдохновило. И я замечтал познакомиться с Дмитрием Васадиным. И я поехал на одно из событий и познакомился с тем прекрасным человеком. Кстати, рекомендую каждому из вас, кому интересна тема. Прежде всего, посмотрите еще раз вот это вот видео. Мы скинем его, и часто я скидываю в этот чат, называется «Философия сообщества» Дмитрия Васадина. И познакомиться с нашим прекрасным основателем. Это человек, который не хозяин проекта, он идейный основатель. То есть в коммерческих проектах голодный создает систему пирамидального типа, чтобы другие голодные его накормили. А здесь по-другому. Здесь сытый человек, который уже решил свои финансовые вопросы, пять лет думал, еще два года выжидал смену эпох. И в 2013 году, через семь лет после того, как он уже стал финансово свободным, он запускает развитие сообщества, находит единомышленников, и оно начинает развиваться с нуля. Никакого начального капитала, ничего. С нуля скинулись и начали развиваться. И с этого момента идет история развития сообщества. Отчитывается 15 января 2015 года. И что самое интересное, с этим человеком надо познакомиться. Замечтайте обязательно. Обязательно с ним встретиться, сфотографироваться, познакомиться. И вы поймете, что здесь не просто деньги, здесь душа, здесь большая идея. И та идея Дмитрия Васадина, она меня очень зацепила, потому что она резонирует к моему сердцу, резонирует к моему душе. Это свобода, это финансовая свобода, это движение по своему жизненному пути. Это очень важно, что многим в жизни и не хватает. Люди слишком как бы заигрываются в эту жизнь, и слово «надо», «должен» у них на первом месте, вместо того, что «я по-настоящему хочу». Душа твоя хочет этого или нет? Когда человеку задаешь вопрос, а ты хочешь по-настоящему, а твоя душа этого хочет, он начинает глюки ловить, потому что он не привык так думать, он привык «надо», «должен», «должен», «надо». Если не надо, так ты должен, если не должен, так ты надо. И всё, он живёт всю эту жизнь. Надо жить её, и надо умереть. Надо, везде всё надо. Вопрос о смысле. В чём смысл твоей жизни? Понять слово «надо» и «должен», это не такой же глубокий смысл тогда. Ирина, я надеюсь, ответила на твой вопрос? Андрей, исчерпывающе. Я больше всего тебе скажу совершенно искренне. Если бы я сегодня была тем самым новичком и гостем, я бы однозначно присоединилась к нашему сообществу и задала бы тебе вопрос. А как мне начать самым выгодным образом? Подскажи, пожалуйста. Прекрасный вопрос. Это очень просто. Надо обратиться к вашему пригласителю, тому человеку, который дал вам эту информацию. Если пригласителей у вас нет, можете написать мне в личное сообщение. Возьму у вас свою команду и расскажу про все нюансы работы системы. Либо выбрать лидера-консультанта из списка, который кидает бот. Можете без проблем обращаться к любому. Все профессионалы. Ирина, кстати, у нас тоже сейчас начнёт проводить презентации, и вы тоже можете к ней обратиться. Так же, как к Татьяне Павловне. Это очень крутые лидеры, которые уже практически скоро год, как в нашей системе, они очень скрупулёзно разбирались и разобрались. И у них прекраснейшие результаты, что очень радует меня как лидера в том, что эта система меняет по-настоящему жизнь и судьбу людей. Но не всех. Тех, кто способны остановиться, выдохнуть, довериться и начать разбираться. Вот этих меняет. У всех остальных они продолжают бежать куда-то, как загнанные лошади. И впереди у них морковка. Знаете, вот есть мем такой тоже. Вот морковка вот так вот болтается перед носом осла, да, он бежит вот так вот всю свою жизнь, а потом подыхает от того, что он так до морковки и не добежал. Вот так вот у многих жизни, к сожалению, проходит. И пока он не поймет, что это призрачная морковка и надо остановиться, выдохнуть, в водичке, в речке попить и травку прожевать, он, к сожалению, живет не своей совсем жизнью. Вот поэтому, друзья мои, отличайте мотивацию от манипуляции. Вот это вещи разные. А для этого вы должны стать финансово свободны. Вот что мне еще? Вот эта идея свободы меня очень серьезно захлестнула в нашем сообществе. Это просто круто. Андрей, это я. Так, Надежда, да, слушаю. Всем добрый вечер. Ирина задала такой замечательный вопрос. Я год назад, 15 августа, будет год, как слушала. Через пять дней, да? Да, через пять дней, друзья. Слушала вот эфир Андрея и сделала то же самое. Постучалась к нему и сказала, Андрей, скажи, с чего мне начать? Мне деньги нужны были. У меня пять кредитов. Так вот, Андрей сказал, Надежда, чтобы, может... Так, прием. Ну, так, пропало что-то, Наденька. Давай, перезайди. Перезайди. Я сказал, что для того, чтобы лучше всего начать, надо разобраться со всеми... Вылетело, вылетело. Договорю. Вот. И Андрей сказал, Надежда, чтобы вот здесь успеть и начать зарабатывать, надо открыть все потоки. Открой на минимальные суммы все потоки, что я сделала. И сразу понимаешь, как они по-разному работают. И еще для себя взяла один инструмент, который Андрей сказал. Надежда. У нас очень шикарные бонусы. Так вот, я, мои дорогие, вам хочу сказать, действительно, вот этот бонус за структуру, он просто... Ну, вы не представляете. У меня в растущем потоке, я вот посчитала, в растущем бонус за структуру уже перевалил за 2 миллиона за год, друзья. Пошел третий миллион. Вот представляете, какая замечательная у нас миссия доносить людям, чтобы они меняли свои жизни. Так же, как мы за год просто поменяли прям на тысячу процентов. Уволилась с работы, закрыла кредиты благодаря сообществу и стала финансово свободным человеком. Андрей, я тебя бесконечно благодарю, потому что ты реально наш проводник в нашу новую жизнь. И у тебя огромная команда, и все мы, конечно, тебя благодарим. Я бы тебя еще раз выбрала. Благодарю, Надежда, за теплые слова. И как хорошо, что ты услышала. Поэтому те, кто сегодня тоже услышит, у них через год будет все то же самое. Так, Мара, да, Мара пробивается. Я хочу, чтобы Мара задала вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Назад технический вопрос. Вот сейчас же акция идет в стартовых потоках. Я решила пополнить каренцы наперед. Начинала пополнить, вроде пополнялись, но почему-то доходит до какого-то периода, например, до 16-го, когда вот только-только я его открыла, и там написано, что нельзя пополнить больше 0, там, 0,27 икаренцы. Или 0,0 икаренцы выходят в другом потоке, хотя там еще не все периоды закрыты. Это вот все может быть связано. Есть какой-то... Вам надо обратиться к вашему лидеру, чтобы он посмотрел непосредственно, что вы делаете, да? Вот. Если пишет какое-то количество икаренцы, значит, на это количество икаренцы вам надо еще подтянуть и это будет полностью до конца поток подтянут, и все. Вот. Если пишет... Я знаете, как делаю? Я знаете, как делаю? То есть я даже сейчас уже ленюсь идти в калькулятор. Я беру стартовый поток, нажимаю пополнить, пишу сразу же там 10 тысяч икаренцы, либо 1000 икаренцы. Он мне сам пишет, что невозможно пополнить больше, чем там 45 икаренцы. Я запоминаю это число, беру там на сотую, меньше делаю, одну копеечку откидываю и пополняю икаренцы на все до конца 20-го периода и не парю себе мозг. Вот. Делайте так же, у вас все будет хорошо. Ну да, я так же делаю. Я просто вставлял там любые там 10, по 20 икаренцы потихоньку. Ну вот приходит какой-то топ вроде, пум, и все. Говорят, что там... Ну все. Вы все пополнили. Поэтому нажмите на этот, на зеленый флажок и вы увидите, что у вас уже все пополнено. Вот. Там написано, что у вас будет пополнено вперед. Просто вы сразу большую сумму вписываете икаренцы, и он вам говорит, что нельзя пополнить до какой-то. И вот вы эту сумму сразу же пополняете и все будет хорошо. Не частями пополняете, не понимая сами, что вы делаете, а сразу же ту сумму, сколько ему надо до конца, он до конца... Чтобы доехать до такого-то города, в такси надо залить там 30 литров бензина. Все. Во-первых, этого хватает, чтобы доехать до этого города. Во-вторых, в бензобак больше не залазит. Вот то же самое, да? Понятно? То же самое. В бензобак больше не залазит. Он и пишет вам. В бензобак больше не залазит. Поэтому заливайте 30, что он пишет, и все. И нажимаете на зеленый флажок. Все будет хорошо. Ну, что-то я начну. Я так же делаю. Как на зеленый флажок нажимаю, и там не все периоды подтянуты, но больше не дает на подтяжку. Ладно, тогда попробую спросить. Перезагрузитесь, и, конечно же, по всем техническим вопросам обращаемся к своим лидерам. Потому что надо видеть кабинет и с вами непосредственно понимать, кто что делает. Так, Галина еще руку подняла. Слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Здравствуйте, Галина. Добрый вечер, друзья, коллеги. Я хочу выразить благодарность. Прежде всего, у меня вопросов нет. Я хочу выразить благодарность вам, Андрей, за такие прекрасные презентации, которые я слушаю чаще в записи. Есть возможность, конечно, прихожу вот на такой прямой эфир. И сегодня у меня была возможность такая поприсутствовать на живом эфире. Это очень важно. И через этот эфир хочу поблагодарить своего пригласителя. Это Ирину Семяхину. Мой лидер, мой наставник. Замечательный человечек. С ней мы знакомы очень много лет уже. И благодарю, что она достучалась до моего сердца, до моих мозгов, чтобы я была здесь. Я немножко хочу рассказать о себе, почему я здесь. Вот, мы работали прежде, как и все в других проектах. Вот, и теряли деньги. Вот, я вообще работаю как ИП. Вот сейчас вы, Андрей, говорили об ИП, почему я и решила взять слово. Я частнопрактикующий врач, уже на пенсии. И пенсия моя составляет. Вот сейчас скажу, кто-то даже удивится. Вот я сегодня получила пенсию 7,800. 7,800 моя пенсия. Да, я в 50 лет по льготе вышла. И сказали, из-за того, что я работаю, больше я получать не могу. Но, представьте, даже если они мне перечисления сделают, брошу работать на эту пенсию, жить просто невозможно. Я работала лор-врачом в больнице в государственной службе, в наеме много лет. Потом пришлось сделать выбор. И я ушла в частную практику. В частной практике работать очень сложно. Очень сложно. Особенно в последнее время очень много нюансов, которые, ну, можно сказать, палки в колеса. И я понимаю, что я скоро должна выйти. Мне 59 лет. Я еще работаю, конечно. Вот. И буду долго еще работать. Как бы потому, что я нужна людям оказывать медицинскую свою помощь. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что я скоро оставлю свою работу. И жить мне на мою пенсию, которую от государства дана, просто, ну, невозможно. Это вот плакать хочется от той пенсии, которую я сейчас получаю. Поэтому я Ирочку очень благодарю. Я не сразу включилась. В ноябре будет год, как я зарегистрировалась в наши денежные потоки, в Меркурий. Вот. Я долго разбиралась. Мне было интересно разобраться. Вообще, по натуре, я такой человек, если я прихожу в какой-то проект, если меня он интересует, я приглашаю. Но на данный момент случилось так, что я пока что вот шатковалка приглашала. Я долго меня кидала туда-сюда. Работа мешала. Моя много энергии уходит на мою работу основную. Вот. Последнее время, конечно, я включилась. Сейчас я занимаюсь приглашениями. Сейчас у меня шесть рефералов, которые уже есть у меня, да. Вот. Работаю с новичками. И очень благодарна Ирочке, которая помогает мне всегда и везде, в любую минуту, днем и ночью. Она 24 часа всегда на связи. Где-то меня пожурит, где-то поругает. Я, бывает, очень тороплюсь, но, тем не менее, я учусь. И постоянно-постоянно стараюсь попадать на обучение. Вот. И сейчас я, конечно, выяснила для себя, что только здесь, сейчас, я могу быть успешной и закрыть все свои кредиты, которые у меня есть, кредиты, которые у меня есть. И еще хочу сказать, что благодаря нашему проекту сейчас мне очень помогли денежки, которые я заработала в этом проекте за это время. Мы только что приехали из круиза с семьей. Мы были в круизе. И я собрала, конечно, немножко вывела денег вот из проекта, потому что это было необходимо в помощь материально мне. Но моя мечта, которая была с 15 лет, побывать в морском круизе, мы только что вернулись буквально в прошлое воскресенье. Моя мечта сбылась. Вот. И только, я считаю, благодаря нашему проекту, в котором сейчас я ездит, это денежным потоком. И, естественно, опять-таки хочу поблагодарить Ирочку Семяхину. Очень хочу поблагодарить всех лидеров, которые на YouTube выкладывают записи своих презентаций. Это Надежды, Вера. Ну, в общем, всех-всех очень благодарна вам, потому что я учусь сама. Даю эти ссылочки на YouTube-канал своим новичкам, потому что, прежде всего, посмотрю сама, веду канал в Telegram, обучающие, которые интересные материалы вот есть. Ну, в общем, развиваюсь и в дальнейшем, конечно, я планирую выйти на лидера. Все, благодарю, благодарю всех. Спасибо, Галина. Развивайтесь, конечно. Видите, смотрите, это к тому вопросу о том, что, говорят, новички кормят систему. Так вот, новые участники, вот смотрите, Галина пришла в ноябре, и вот сейчас уже август. Вот, смотрите, сентябрь, октябрь, и вот ноябрь будет только через год практически, да. Вот год понадобился Галине, чтобы понять все-таки, куда же она пришла, и что здесь надо делать, да, по-настоящему. Вот, поэтому всегда в нашей системе старые участники кормят новых участников, чтобы уже новые участники оперились нормально, да, силы набрали, уверенность почувствовали и поняли, как это все работает. Поэтому, Галина, спасибо большое за ваш отзыв. Я очень рад, что вы двигаетесь вперед и растете. Ждем вас в лидерском составе, это однозначно. Вот, ну, а частную практику вы учите ваших будущих стажеров, делегируйте вашу частную практику, закрывать ее не надо, раз уже все это вы начали. Просто задайте себе вопрос, а как я могу, не закрывая эту частную практику, также продолжать помогать людям, но именно тогда, когда я, ну, хочу и есть жизненные силы, да, то есть, допустим, а все это время ваши ученики могут также оказывать под вашим крылом ваши частные практики, также могут оказывать помощь другим людям. Поэтому вы можете вот так вот параллельно, чтобы у вас ваша частная практика, вы там будете два дня в неделю людям оказывать, а все остальное время ваши ученики тоже будут делать какие-то приемы. В любом случае частная практика – это очень полезное дело для людей, потому что, ну, бывают обычные поликлиники, больницы, ну, просто жесть, просто, да. И слава богу, что есть частные, где можно прийти как человеку, все быстро сделать, и это очень круто. Спасибо большое, Галина. Так, ну что, давайте еще последний вопрос, если у кого-то что-то есть. Так, Светлана, и уже почти два часа будем идти делать великие дела. Так, Светлана, нажимайте кнопочку центральную, микрофончик включить надо. Я вам включил микрофон, вам теперь надо нажать на центральную кнопочку и задать вопрос. Ждем, давай, пока вы разберетесь. Так, что-то нету. Так, Павел, да, Павел, слушаю. Павел, прием. Нажимаем на микрофон и мы услышим Павла. Да, связи, связи, да, слышно? Все отлично. Да, все слышно. Всем здрасте, здрасте. Да, я вот хотел поблагодарить вас, во-первых, Андрей, за помощь. Я там тещу свою регистрировал, наверное, дня три. И когда вам написал, ну, опять не могу, короче, буквально через, там, не знаю, 10 минут у меня стало все получаться. Энергетика передается, ну, я уже писал тебе, да, что, ну, классно, молодец. И этот, мама там слушает, мама, вам привет огромный. Вы молодец, что все-таки вступили, не боитесь ничего. Ну, я как бы знаю свою тещу, она ничего не боится. Маме большой привет, да, это классно, что есть близкие люди, которые в состоянии услышать все интересные информации, это круто. Да, да, так что, новички, не бойтесь, вступайте, вступайте в новый мир. Это Васадин, он, я так понял, что он решил не бороться с финансовой системой, он просто решил создать свое, он создать свое решил, все, свой мир. Он сказал, хотите, но не хотите, идите дальше работать, вы все. Выбор за нами, за каждым. Поэтому ничего не боимся, только вперед, потоки сил. Благодарю, Павел, благодарю. Геленджик на связи. Да, все, кто хотят по Геленджику, вон, можете Павлу набирать, можете встретиться, пообщаться, да. Обязательно поможем, все, я уже почти опытный, буду с каждым разом все быстрее регистрироваться, регистрировать. Экскурсию по Геленджику тоже можешь сделать, да, нашему участнику. Экскурсию, что-нибудь придумаем, да. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо Геленджику, большой привет. Спасибо. Так, 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 еще давайте все последнее, вот Ольга. Ольга, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, я хотела спросить, вот, а с какой вообще, ну, как бы, комфортно сумма? Ну, как бы, суммы большой нету, но хотелось бы по максимуму, как бы, чтобы понимание было, как это все работает, с какой суммы вообще можно... Ну, если на минималках зайти, на минималках, то это 3000 быстрый поток, 5000 супербыстрый поток, если понять, как все работает, 5000 стартовый поток, 10000 растущий поток и 1000 накопительный поток. То есть, 5, 5, 10, 10 это 20, плюс 3, 23, ускоренные не надо пока, и плюс 1, 24, плюс e-currency где-то, ну, 1030-35 максимум вам хватит, чтобы вы могли запустить все потоки и начать разбираться со всем. Это чтобы так. А вообще, я вам скажу словами Дмитрия Васадина. Когда ему задали вопрос, с какой суммы лучше начать, он ответил очень неправильно, интересно. Начните с такой, чтобы вам было немножечко уже жалко. Вот, это зона комфорта называется. У каждого человека своя есть зона комфорта. Это, если немножечко жалко, у кого-то 100 тысяч, у кого-то миллион, у кого-то 500, у кого-то 10 тысяч. Этому человеку конкретно надо расти над собой, над своими финансами. Вот, чтобы было немножечко жалко. Вот это уровень комфорта. И надо потихонечку эту планку поднимать, 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 и вы начнете расти как финансово, так и качество жизни у вас тоже будет расти. Спасибо. Спасибо, Валенька. Все, спасибо, друзья. Больше отвечать на вопросы не буду. Уже достаточно, мы общаемся, уже почти 2 часа. Желаю всем удачи, всем здоровья, счастья, любви, богатства. И не забывайте, что все мы с вами творим историю нашей жизни и создаем историю нашего сообщества. До новых встреч. С вами был Андрей Елисеев. Все, кто смотрит в записи, конечно же, подписываемся и ставим лайки. Спасибо.